Ну что, время. Потихонечку начнём, пока народ подтягивается. Я расскажу, чем мы сегодня будем заниматься. Наши планы слегка поменялись, потому что я подумала, что так будет последовательно. И мы сегодня занимаемся движением нижней челюсти. И потому что она, и подъязычная косточка, и мышцы, и шейные позвонки, они являются седлом для языка. Занятия с языком мы отнесём с вами чуть попозже. Но, тем не менее, движения языком у нас сегодня будут, поэтому не расстраивайтесь. Свою болтливость мы повысим в следующий раз. Проходите, пожалуйста, располагайтесь. Значит, нижняя челюсть и височно-челюстные суставы, они на самом деле... Присаживайтесь, пожалуйста. У многих страдают. И давайте с вами откроем рты. И закроем. Можно поставить руки на височно-челюстные суставы. И почувствовать, как ротик открывается. Происходит ли это симметрично? Происходит ли это для вас свободно? Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы просто вас ждём. И пока проводим творческий эксперимент. Можно на скамеечку поближе подвинуть или коврик, чтобы ножки не мёрзли потом в процессе занятий. Подстраивайтесь всё под себя, чтобы было максимально комфортно. Хорошо. Открывается ли рот симметрично? Да? Открывается ли рот свободно? Открывается ли рот без звука? И напряжение. Теперь давайте зубки сомкнём. И почувствуем, смыкаются ли они у нас тоже симметрично, свободно. И где происходит это смыкание? Это где-то там в глубине рта? Или, может быть, первыми смыкаются зубки в центре челюстной дуги? Или, может быть, первыми мы чувствуем смыкание зубов резцов и клыков? Как это происходит у вас? И челюсть, она напрямую, её положение зависит от осанки. И осанка напрямую зависит от того, как смыкаются зубы. Так закладывается эволюционно и в результате развития детей. Когда они начинают сосать руку, это происходит связь между ртом и шейным сплетением, то есть верхними конечностями после этого, они способны что-либо захватывать. Прежде чем поползти, они начинают сосать свои ноги, тоже для нервной системы, маркируя вот эту взаимосвязь между лицевой и оральной сферой и нижними конечностями. И система иннервации жевательных мышц – это тройничный нерв, и он принимает участие в регуляции равновесия. А, допустим, в остеопатии височно-челюстные суставы и тазобедренные суставы являются гомологами. То есть они в механике таза выполняют ту же функцию, что и височно-челюстные относительно черепа. И сегодня наше занятие будет построено на том, что мы будем уравновешивать тазобедренные височно-челюстные суставы относительно тазобедренных. И только в этой ситуации возможен их хороший баланс, гармоничное открытие нижней челюсти и свобода со стороны шеи. Еще слышу, что доходит, поэтому еще один теоретический аспект. Значит, если головушка делает левосторонний наклон, то в норме челюсть как противовес смещается вправо. Это не сейчас, ну, то есть и в движениях в том числе. Но если у кого-то есть проблемы с шеей, то челюсть смещается в сторону с противоположную от наклона. Если у шеи есть избыточный наклон вперед, то челюсть нижняя транслируется вперед. Да, и происходит другой вид смыкания. Если у шеи есть избыточный прогиб вперед, то нижняя челюсть утопает, и рот открывается с меньшей амплитудой. И очень часто это стоматологическая ситуация, когда в результате того, что, может быть, поставили пломбу завышенной или заниженной, появляется асимметрия смыкания. Да? Вот у кого есть асимметрия смыкания? Угу. И от этого меняется напряжение в шее. Оно тут же начинает подстраиваться. Допустим, зубки справа смыкаются быстрее, чем слева. Появляется наклон в сторону относительного запаздывания смыкания. И головы автоматически появляется элемент, ну, как бы, кривошея, да, в кавычках. И сразу перестраивается вся мышечно-скелетная система, потому что со стороны наклона головы повышается тонус мышц в теле. Да? И это происходит мгновенно. Если поменяли контакт нескольких зубов, да, то это может быть достаточно, ну, напряженно, да, для организма. Поэтому все мы ходили к стоматологам, да, и давайте сейчас снимем это напряжение. Работа с челюстью, она улучшит кровоток, она уравновесит шею, в общем, осанку. И в плане косметологии сделает нашу мимику более плавную. Берет вот эти вот выявляющиеся двойные подгородки, будет мне, так сказать, моделировать контур лица. Сядьте на переднюю треть с ваших стулев. Хорошо. Расположите ножки, стопы под коленями, так, чтобы они не избыточно выдвигались вперед, не были глубоко убраны под стул. И давайте выстроим вертикаль, которая проходит через макушку, плечи, шею, грудной отдел, таз. Может быть, взять имеется смысл стулчик. Хорошо. Как эта вертикаль проходит через грудную клетку, таз, опускается вниз на пол. Легко ли вы черчеваете эту вертикаль сегодня? Как вы оцениваете, насколько прямо вы сидите? Вы чувствуете, что вы немножечко сутулитесь? Или, может быть, вы чувствуете, что есть какой-то наклон в туловище? И давайте сейчас на вдохе медленно, плавно перенесем вес тела по направлению к луну. Перекатим таз вперед. Медленно, плавно вернемся обратно. Сделайте вдох, надуйте живот, выпейте его в нижнем трете. Медленно, плавно вернемся обратно. В тот момент, когда вы перекатываете таз вперед, что делает ваша головушка? Она кивает вперед? Или кивает назад, становясь более вертикальной? Вот это вот движение, перекатывание таза вперед, когда вы выпячиваете живот, идет относительно тазобедренных суставов. И все позвоночные дуги автоматически меняют свою крыльзну. Хорошо. Теперь, пожалуйста, сядьте ровно. Расслабьтесь. И давайте теперь мягенько откроем рот и закроем с очень небольшой амплитудой. Медленно, плавно как открываем, так и закрываем. А теперь откройте рот с большой амплитудой и закройте. В тот момент, когда вы открываете рот, ваша головушка остается неподвижной? Или она слегка кивает? Или она слегка запрокидывается назад? Угу. Хорошо. А теперь давайте опять оставим движение челюстью. Перекатим таз вперед. Медленно, плавно вернемся обратно. В очередной раз, перекатывая таз вперед, откроем рот. Медленно, плавно вернемся обратно. Угу. Сделайте движение перекатывания таза без открытия рта. Угу. И движение перекатывания таза с открытием рта. Как открывать рот легче? Угу. Проще, естественное. В тот момент, когда вы остаетесь неподвижной, откройте рот пару раз. Угу. А потом откройте рот пару раз, перекатывая крестец и таз вперед. Угу. Хорошо. Давайте остановимся в положении нейтрали. Угу. Угу. И теперь опять. Перекатимся вперед. И в тот момент, когда мы находимся впереди, рот закрыт. А в тот момент, когда мы возвращаемся в точку нейтрали, мы рот открываем. Перекатываемся вперед, рот закрыт. Возвращаемся в точку нейтрали. Рот открывается. сделать движение на возврате открыть рот сложнее хорошо теперь опять давайте останемся в точке нейтрали перекатимся теперь назад по направлению к ягодицам мягко плавно вернемся обратно опять перекатимся назад ягодичкам мягко плавно вернемся обратно а теперь перекатываясь назад к ягодицам откроем рот медленно плавно возвращаясь обратно его закроем опять перекатываясь по направлению к ягодичкам откроем рот медленно плавно закроем теперь перекатываясь назад к ягодицам у нас рот закрыт а в тот момент когда мы восстанавливаем вертикально мой ротик открываем хорошо и отдыхайте пожалуйста в положении нейтраль давайте сейчас опять оценим насколько вертикально сидится насколько пи спинка сейчас прямая стала сидеться в вертикальнее держать позвоночник легче прямее теперь давайте откроем ротик мягко плавно и закроем стал его открывать в этот момент легче или свободнее или может быть сложнее по сравнению с началом урока хорошо а теперь открывая рот давайте кивнем головушкой вперед мягко плавно вернемся обратно опять в нем головушкой вперед мягко плавно вернемся обратно что в этот момент делает таз он остается неподвижным или он перекатывается кзади хорошо теперь в очередной раз наклоняем головушку вперед сделаем это закрытым ртом а восстанавливая вертикаль откроем ротик мягко плавно вернемся обратно хорошо великолепно и отдыхайте в положении нейтрали давайте опять откроем рот медленно плавно и его закроем давайте будем открывать рот каждый раз последовательно больше и больше сначала чуть-чуть закрыли потом побольше и опять закрыли еще больше и опять закрыли еще больше еще больше и опять закрыли давайте теперь по открываем рот быстро открыли закрыли 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 какой удается чисто ты достичь старайтесь это сделать как можно с меньшей амплитуды тогда это получится быстрое движение великолепно и пожалуйста отдыхайте теперь опять давайте откроем рот а глазки при этом закроем и закрываем тот момент когда вы рот открываете глазки остаются в орбите неподвижными или сходятся к переносице хорошо великолепно теперь опять давайте откроем рот и при этом запрокинем головушку назад медленно плавно вернемся в нейтральное положение хорошо и отдохните пожалуйста в положении нейтрале если кому-то хочется поменять положение на стуле поёрзать на ягодицы вытянут ноги пожалуйста чувствуете себя в любой момент свободными ни у кого головушка не кружится нету дискомфортных ощущений все в порядке хорошо теперь опять давайте перекатим крестец и таз вперед медленно плавно вернемся обратно и при этом мы ничего не делаем ротиком но тем не менее прислушиваемся движению нижней челюсти какая у нее есть тенденция в тот момент когда мы открываем рот зубы сжимаются или наоборот размыкаются как это у вас происходит хорошо и пожалуйста отдохните давайте опять проведем среднюю линию которая проходит через макушку головушку грудную клетку поясничку таз и уходит в пол хорошо теперь давайте почувствуем как симметрично стоят стопы на полу насколько стопы строго находятся под коленями их не обязательно корректировать но просто для себя вы отмечаете где относительно коленок стоят ваши стопы чуть больше к наружу или ширина между стопами больше чем между коленями или наоборот почувствуйте как ваши ягодицы располагаются на полу насколько симметрично распределяется вес тела на ягодички насколько симметричны ваши плечи куда-либо наклонена головушка по вашим внутренним ощущениям давайте наклоним головушку в одну сторону мягко плавно вернем нейтральное положение для себя оцените в какую сторону головушка наклоняется легче вправо или влево хорошо теперь давайте приоткроем ротик выдвинем приоткроем рот и слегка при открытом состоянии сместим челюсть сначала в одну сторону мягко плавно вернемся в нейтральное положение потом в другую сторону мягко плавно вернемся в нейтральное положение сторона наклона головы совпадает стороной легкости смещения челюсти или это голова наклоняется легче влево а челюсть смещается легче вправо или это одномоментная ситуация когда головушка наклоняется в одну сторону легче и в эту же сторону смещается легче челюсть как это у вас хорошо теперь давайте опять вернемся вниз и выдвинем правую коленочку вперед медленно плавно вернемся обратно опять выдвинем правую коленочку вперед медленно плавно вернемся обратно в этот момент когда вы правую коленочку выдвигаете вперед туловище скручивается влево согласны давайте медленно плавно выдвигая коленочку вперед почувствуем как сначала скручивается таз подвигающую дальше вперед почувствуем как поворачивается грудная клетка плечевой пояс тот момент когда вы коленочку выдвигаете вперед и вслед за этим головушка медленно плавно вернитесь обратно давайте поставим вернемся в нейтральное положение поставим руки на височно-челюстные суставы и будем выдвигать правую ножку медленно плавно вперед до того момента как почувствуем что начинает поворачиваться головушка чувствуете вместе с поворотом головы и движение со стороны височно-челюстных суставов как будто они тоже слегка но скручиваются у вас под пальцами один утопает а другой слегка начинает выступать есть ощущение хорошо останетесь пожалуйста в положении нейтрали опустите ручки на колешки если этих не было ощущений сейчас мы их проявим давайте слегка приоткроем ротик и в этом положении сместим челюсть вправо медленно плавно вернемся обратно опять сместим челюсть вправо медленно плавно сместимся обратно в тот момент когда вы смещаете челюсть вправо что делают ваши глазки они смотрят в нейтральное положение следует движению челюсти или в противоположное теперь можно поставить руки на подзатылочную область мягенько пальчиками не сцеплять их в замок нам нужно лишь почувствовать напряжение мышц шеи мы смещаем ручки вправо челюсть вправо и смотрим что происходит в этот момент с мышцами шеи они как будто с одной стороны натягиваются и напрягаются а с другой расслабляются и начинаются легко западать согласны? если поставить руки совсем на подзатылочную область сразу ниже затылка вы двигаете челюсть и чувствуете резонанс мышечного напряжения асимметричного со стороны мышц шеи нет? теперь давайте опять опустим ручки немножко отдохнем опять слегка приоткроем рот поставим правую руку на нижнюю челюсть и будем ее также смещать вправо в тот момент, когда мы поставили руку на челюсть мы просто для нервной системы акцентуировали это движение хорошо и пожалуйста отдыхайте давайте сейчас опять оценим как располагаются ножки на полу насколько давление стоп на пол симметрично насколько стопы располагаются строго под коленями как ягоди как распределяется вес тела на ягодицы насколько симметричны или симметричны плечи давайте наклоним головушку в одну сторону мягко плавно вернемся в нейтральное положение вот то что мы сейчас с вами во время урока проделали изменила как-то легкость наклона сделала наклон симметричнее или более асимметричным или менее асимметричным что произошло хорошо теперь давайте опять выдвинем правую коленочку вперед и послушаем как скручивается в этот момент таз поясничка грудная клетка и вовлекается ли в это движение челюсть скручивания в тот момент когда мы выдвигаем ножку вперед правую ножку вперед куда она смещается в сторону выдвигаемой ноги вперед или в противоположную стало вот это вот ощущение ярче как будто вы выдвигаете коленку вперед и кажется что челюсть выкручивается в суставах да появилась как будто кто-то снизу ее поворачивает на самом деле так происходит при каждом нашем движении мы идем и челюсть вот туда-сюда туда-сюда в такт качания головы теперь давайте опять сомкнем зубки и разомкнем изменилось что-либо на уровне зубных контактов стали контакты симметричнее или асимметричнее изменилась ли точка первого контакта допустим вы изначально смыкали зубки и это происходило в глубине рта или вы изначально смыкали зубки а это происходило в средней трети подковы нижней челюсти а сейчас это первая точка контакта куда-либо сменилась либо выдвинулась вперед либо вглубь наоборот сместилась в сторону жевательных зубов теперь давайте опять откроем рот медленно плавно его закроем стало ли это открывание свободнее симметричнее или наоборот более симметричным как будто вы чувствуете что с одной стороны височно-челюстной сустав легко выходит из сустава опускается вниз а в другой ситуации более напряжен и остается в глубине суставной впадины хорошо в тот момент когда вы открываете рот что делает ваш язык он опускается вниз вместе с нижней челюстью или остается высоко прижатым к небу за верхними зубами давайте зафиксируем кончик языка в передней трети неба сразу за зубками не на зубах не упрям его в зубы а упрям его в переднюю треть кончик и в этом положении открываем рот медленно плавно закроем откроем медленно плавно закроем а теперь давайте сделаем движение мы открываем рот опускаем нижнюю челюсть и язык идет вслед за движением нижней челюсти открываем рот и опускаем язык какое движение делать легче с фиксированным язычком с опорой за верхнюю челюсть на небе или когда язык располагается на дне рта теперь давайте опять отдохнем правильно меняйте позу все сидеть неподвижно тяжело обратите внимание какую вам позу хочется принять для того чтобы расслабиться хорошо давайте опять проведем вертикаль которая проходит через макушку через макушку головушку грудную клетку таз насколько сейчас напряжено или расслаблено ваше лицо давайте проведем эту вертикаль относительно лица по лбу межбровью межбровью носу губам подбородку насколько личик окажется симметричным вам в вашем воображении или асимметричным какая его половинка шире может быть длиннее какая наоборот уже и относительно той средней линии которую вы провели через лицо как симметрично располагаются ваши височно-челюстные суставы вам кажется что они симметричны относительно средней линии или может быть один из них смещен чуть больше в сторону а другой чуть более утоплен может быть один чуть больше кпереди располагается а другой чуть больше кзади кто еще не сел на переднюю симметрично не выстроил вертикаль пожалуйста садитесь хорошо теперь давайте выдвинем левую коленочку вперед мягко плавно вернемся обратно в тот момент когда вы скручиваетесь выдвигая коленку вперед какая область тела привлекает прежде всего ваше внимание вы замечаете что вы скручиваетесь где это скручивание вы наиболее ярко чувствуете в тазу или это скручивание больше вы чувствуете на уровне плечевого пояса или челюсти насколько сейчас ваши челюсти жевательные мышцы уставшие напряженные или может быть расслаблены и потерявшие тонус вам хочется нижнюю челюсть уронить открыть рот и чтобы она немножечко повисела давайте теперь левую руку положим на подбородок подбородок ваше время мы видим на подбородке ваше время